Всероссийский центр изучения общественного мнения назвал причину разводов. Все чаще семьи распадаются из-за измен и бедности. К сожалению, наша страна прочно удерживает сомнительное лидерство среди других стран по количеству разводов. Если 10 лет назад распадался каждый третий брак, то сегодня каждый второй. Как сохранить отношения и любовь? Сегодня об этом поговорим в нашей студии с психологом Ларисой Залевской. Здравствуйте. Доброе утро, Лариса. Давайте сначала разберемся, разложим по полочкам и по группам, почему пары разводятся? Скорее всего, пары разводятся потому, что они не научены проходить совместные трудности. Ведь семья – это живой организм, который развивается благодаря трудностям и испытаниям. Помните вот эту клятву? Быть вместе в горе и в радости. Так вот, горе – это то испытание, те пуды соли, которые нужно вообще съесть не один за время совместной жизни. К этому надо как-то заранее подготовиться или в процессе брака уже как-то подстраиваться, лавировать? Ну, конечно, в идеале это бы воспитывать еще, когда вот с детства, да, готовить к замужеству, с детства готовить к женитьбе, когда ребенок растет в такой гармоничной семье, и он видит, как родители справляются с этими трудностями, как они умеют договариваться, как они умеют их преодолевать. Ну, и, конечно, когда возникают трудности в паре, нужно не стесняться обращаться, наверное, к семейным психологам за то, чтобы к ним пройти. Потому что действительно трудности бывают такого порядка, когда супруги просто не знают, что с ними делать. Вот вы назвали, что одна из причин этой измены. Вообще, измена – это уже следствие. То есть это знак того, что семья попала в критическую ситуацию. И, как ни странно, любовники или любовницы, они приходят бессознательно спасти эту семью, дать какой-то дополнительный ресурс. Вот неожиданный поворот. Да, только не надо это использовать как выгода. То есть если кого-то потянуло налево, значит, здесь так невыносимо и трудно, что становится больно и нужна какая-то помощь. Если потянуло налево, надо что-то исправить. И поэтому я как бы ненадолго отлучусь, а потом все-таки вернусь в семью. Ну, бывает же, там может быть эмоциональный ресурс, там может быть какая-то поддержка, бывает материальная. Реальная поддержка со стороны, да. То есть то, чего этой семье не хватает. А вот специалисты считают, что многие разводы происходят по той причине, что роли внутри семьи распределены неправильно между супругом и супругой. Такое тоже может быть, да. Потому что нужно вообще смотреть, что у мужа и жены есть свои функциональные обязанности. И их нужно выполнять. Если кто-то ее не выполняет, то это тоже брак начинает качаться. Ну, а как же быть, если, например, жена, она сильнее характером, а муж, он такой мягче. И может быть, им как раз и стоит поменять эти роли внутри семьи, чтобы жить счастливо. Ну, вообще то, что жена сильная, а муж помягче, это вообще называется комплиментарный брак. Они дополняют друг друга. Представляете, если бы оба были лидеры, и там была бы война за право лидерства. Ну, считается же, что мужчина должен быть сильнее, а женщина вроде как слабее, мягче подстраиваться. Или это у нас стереотип, и это все неправильно? Это стереотип из патриархального общества, когда женщины не работали. Сейчас больше нужно рассматривать на равнозначные соотношения. Потому что женщины... Партнерство, конечно. Женщины работают, мужчины работают. Женщины ведут домашнее хозяйство, мужчины ведут домашнее хозяйство. То есть у нас все равнозначно сейчас. И по Конституции в том числе. И вообще говорят, совет... Да любовь. Не только любовь, а совет. То есть все, совещаемся. Умение согласовывать наши вопросы. А вот социальный статус, да, она какой-нибудь, не знаю, чиновник, а он водопроводчик. Получится ли у них что-нибудь? Или, вероятнее всего, распадется брак? Ну, скорее всего, это маленькая вероятность, что такие люди окажутся вообще в одном браке. Знаете, бессознательно мы же подбираем друг друга. Подбираем с одного уровня, с одного социального статуса, с одним где-то образованием. В общем-то... А если с подбором не получилось, то все равно, что там будет? Ну, надо из мужа водопроводчика делать то же, чем мы, конечно, чиновник. Пытаться исправлять, невозможно принять эту ситуацию как данность, и в конце концов нет какой-то плохой профессии, и каждая профессия хороша по-своему. Может быть, отнестись к этому более с точки средней философии? Или быть друг друга, несмотря ни на что, например? Ну, знаете, это очень гипотетический пример, на самом деле, очень гипотетический. В жизни все немножко по-другому. А вот скажите, меня интересует такой вопрос. Вы как специалист когда-нибудь, если к вам приходила пара с проблемой в браке, советовали развестись? Нет. Обычно после моей консультации люди принимают решение, как жить дальше, и находим новые способы. Ну, а вообще бывают такие ситуации, когда, ну, зачем уже, господи, мучить-то друг друга, надо разойтись? Бывают. И тогда в этом случае развод тоже, он должен быть, знаете, человеческим, цивильным, да? Нужно сделать юридическую сторону развода, нужно сделать материальную сторону развода, и нужно вообще сделать эмоциональную сторону развода, то есть допрояснить, все отношения выяснить. Для чего? Для того, чтобы потом, остается ведь после развода обязанность воспитывать совместных детей, совместных внуков, правнуков и так далее. Этого никак не избежать, да, например, развелись, а через год у дочки свадьба, вы все равно не встретитесь. Все равно не встретитесь. И поэтому вот должен быть такой качественный развод для сохранения в дальнейшем человеческих отношений. Хорошо, а вот все-таки, если речь идет о сохранении брака и поиске компромиссов, кто должен идти на уступки, мужчина или женщина? Многие женщины считают, что мужчина, а многие мужчины, что женщина. Вообще оба должны идти где на уступки и оба должны проявлять инициативу. Если мы говорим о равнозначности, то вот оба должны работать, я не могу сказать над сохранением, над развитием дальнейших отношений, да, потому что сохранить это сделать все по-старому. По-старому уже не может. Если возникла критическая ситуация, значит, она требует изменений. Мы должны оба поменять что-то в этой ситуации для того, чтобы семья продолжила свое существование. Но она должна жить не просто существовать в семье, она должна на эмоциональном уровне быть. И поэтому я считаю, что надо следить за настроением внутри семьи и не позволять кричать. Я слежу за тобой. Его надо создавать это настроение. И над этим настроением мы все должны трудиться, и муж, и жена. А вот, Лариса, есть даже такая книга «Любовь живет три года», и многие вообще в это верят. Верите ли в это вы, и как нам к этому вообще относиться? Я, наверное, сейчас вас удивлю. Вообще, браки по любви – это, знаете, большой миф. Вообще, вначале живет не любовь три года, а страсть три года. Вот продолжительность страстных отношений, это конфетно-букетного, когда у нас есть сексуальное влечение, вот это как раз ему продолжительность 3-4 года. А любовь, вот про нее можно говорить, знаете, после серебряной свадьбы. Она воспитывается, она проходит очень много этапов. В том числе должен быть этап отвержения, этап отторжения. Когда вот этот пуд соли мы едим, нам же не сладко становится, да? И когда мы учимся принимать партнера вот, в общем, такого солененького и горького, и кислого, и всякого. Но когда мы научились это делать, вот здесь уже можем говорить о любви. Неожиданный поворот. Спасибо большое. Спасибо. В студии об идеальном браке мы говорили с психологом Ларисой Залевской. А далее выпуск новостей.